Всем привет! Не пугайтесь, с глазом все в порядке. Я пытаюсь заставить работать левый глаз, который мне периодически хочет закрыться сам по себе. Надо его стимулировать. У нас сегодня, пожалуй, самое сложное, самое интересное занятие из всех занятий по курсу по водному администрированию Linux это работа с правами доступа. Занятие достаточно длинное, я разбил его для простоты на две части. Сегодня мы с вами будем говорить о доступах и о владельцах файлов и папок. Следующая часть, вторая часть, это маски и специальные биты. Желательно, наверное, занятие повторять за мной все, что я делаю, проникаться и даже, наверное, посмотреть несколько раз, потому что сходу это понять достаточно тяжело. LPG 104.5. Первая часть. Разбираемся с разрешениями доступа к файлам и папкам. Суть этой темы. Мы должны научиться с вами устанавливать разрешения на объекты и понять, какие разрешения установлены сейчас, а именно разбираться с владельцами объектов, устанавливать права доступа и, как такой бонус, разобраться с тем, что такое правило доступа execute, разрешение на execute, на выполнение. Мы с вами изучим сейчас следующие команды. Это changeOwner, chown, установка владельца, изменение владельца, changeGroup, изменение группы владельцев. И changeMod, установка прав доступа или changeMod, chmod. Надо понимать то, что в Windows у нас с вами может быть только один владелец любого объекта, у файла или у папки. Мы в свойствах объекта на вкладке безопасность на кнопочке дополнительной в NTFS можем сменить владельца, файла или папки. Владелец у нас по умолчанию обладает в Windows полными правами на сам объект. В Linux немножко по-другому. Любой объект может иметь своего владельца и группу владельцев. И помимо владельца и группы владельцев, для объектов существуют все остальные пользователи и группы в системе. То есть нужно понимать вот это отличие. То, что может быть владелец и группа владельцев. Сейчас на практике мы это все рассмотрим, научимся менять и, наверное, станет веснее. LP-ковцы интересным образом просят нас разобраться с владельцами, с правами доступа и с прочим, но при этом мы до сих пор с вами конкретно не поработали с пользователями и группами. Мы с вами не умеем нормально создавать пользователей и группы и смотреть, какие вообще у нас пользователи и группы есть в системе. Поэтому я сейчас немножечко забегу вперед, чтобы вам просто показать, что у нас есть. А следующие уже курсы по администрированию Linux будут включать в себя управление пользователями и группами. Следующая ступень LP-ковская. Так вот, давайте для начала я вам покажу. Я пропущу момент, когда я создавал нового пользователя и новую группу. Напоминаю, что есть такая команда grep, она у нас умеет отсортировывать значения в ком-то файле. Я сейчас от вас скрываю, что я набираю. Вам это сейчас знать не нужно. Но, в общем-то, я из файла определенного достаю пользователей в сокращенном виде. И вы видите то, что у меня в системе есть несколько пользователей. Мой пользователь родной, с которым я работаю всегда. Вот я создал еще одного пользователя. И есть еще несколько системных пользователей. Нам они сейчас не нужны. Мы должны разобраться с нашими двумя пользователями. По своему пользователю командой ID я могу узнать все. У моего пользователя есть ID-шники, которые говорят о том, что имя у меня Симаев, и я вхожу в группу Симаев. То есть по умолчанию, когда у меня создается новый пользователь, для этого пользователя создается группа по его имени. То есть каждый пользователь по умолчанию входит в свою собственную группу. Для Андрея я создал группу не по его имени, а для него я создал группу тестеров. И он входит вот в эту группу тестеров. Больше никуда не входит. Это его группа по умолчанию. Я, помимо того, что вхожу в группу Симаев, еще видите, вхожу в огромное количество других групп. Но это все тема другого вообще экзамена. К чему я это все вам показываю? Сейчас мы находимся у меня в домашней папке. Если мы выполним с нами команду ls-l, мы увидим много информации о файлах в этой папке, в домашней моей папке. Я отсюда для простоты удалил все папки, которые здесь были. Там документы, были изображения и так далее. И мы с вами можем посмотреть, кто у меня является владельцами файлов. Например, у меня есть файл, файл1.txt. Его владельцем являюсь я. А следующая колоночка – это группа владельцев. Это группа владельцев, созданная по моему имени. То есть это первая колоночка – это владелец. Вторая колоночка – это группа владельцев. Есть у меня файлик test.txt. Владельцем его является суперпользователь root. Это я тоже все вручную установил. А группа владельцев – тестеры. И есть папочка folder. Для нее у меня владелец Андрей, а группа владельцев – тестеры. Сейчас мы научимся всем этим жонглировать. Команда, при помощи которой мы можем изменить владельца файла – это команда chown. ChangeOwner – изменить владельца. То есть владелец – это у нас вот эта вот первая колоночка. Для того, чтобы поменять владельца, мне нужны права суперпользователей. Поэтому я начну с SuperUserDo. Так вот, я хочу поменять сейчас владельца для файла – файл.txt. Хочу поменять владельца с моего пользователя, вот этого, на пользователя Андрей. Для этого я ввожу один раз пароль для суперпользователя и проверяю. Видите, теперь у меня, если раньше был пользователь, владелец файла – семаев, теперь владелец файла – Андрей. Если я хочу изменить группу, точно так же, если я хочу изменить для этого файла – файл.txt группу со своей группы на группу тестеры, я использую команду changegroup. Change.grp. Точно так же мне нужны права суперпользователя. Меняю группу на тестерс для файл.txt. Проверяю. Видим то, что группа тоже сменилась. На самом деле мы редко пользуемся командой changegroup, это от нас просит LP, просто значит о существовании команды этой. Достаточно знать команду chown, она умеет делать все. То есть мы можем сказать команде chown, то, что мы, вот как мы только что меняли группу на тестеров, можем это сделать при помощи команды chown, сказать ей chown, измени. По умолчанию, если мы напишем после команды chown какие-то слова, она будет искать такого-то пользователя, чтобы подменить его в качестве владельца. Если мы хотим, чтобы она подменила группу, нам нужно написать двоеточие, вот такое вот перед группой. Не поменяем теперь ее обратно на группу мою. То есть сейчас мы меняем группу. Проверяем. Видите, поменялась группа. Если я хочу одной командой поменять и пользователя, и группу, это тоже умеет делать chown. Мне достаточно написать. Давайте я теперь поменяю задом наперед. Сейчас у меня, вы видите, пользователь, владелец это Андрей, а группа владельцев по моему имени названа. Давайте поменяем, скажем, то, что я хочу, чтобы владелец теперь стал обратно я, а группа владельцев стала тестерой. То есть я пишу сначала владельца, потом через двоеточие группа владельцев. Проверяю. 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 Я входил в группу Андрей, просто я создал группу тестер и принудительно запихал Андрея в группу тестеров. Кто не поймет, задавайте мне вопросы на YouTube, и я вам попробую это как-то разживать детально. И еще один момент, который можно отметить, это рекурсивное изменение владельцев. У нас есть папка folder, вот она, вот вы ее видите, у нее владелец сейчас Андрей. Если я захочу изменить владельца для этой папки, для всех ее вложенных в нее файлов и папок, я напишу точно ту же самую команду chon, только с ключом минус r. Минус r. И поменяю, кто у меня сейчас владелец папки Андрей, а, folder Андрей. Хочу поменять, если на себя, я пишу simaev. И на что хочу поменить владельца. То есть разница в том, что появляется ключ минус r, рекурсивно. Нажимаю, ls минус l. И теперь владельцем стал я, и если мы полезем в эту папку folder, то во всех ее вложенных файлах владельцем являюсь также я. Подумал я, подумал и решил разбить занятие на три части, потому что если сейчас начинать говорить еще о правах, это получится на полчаса занятия. Так что подытожим для начала с владельцами. По владельцам мы поняли то, что у любого объекта Linux есть владелец и группа владельцев. Команда chown может изменять все, и самого владельца, и группа владельцев, и то, и другое вместе. Команда chgroup может изменить только группу владельцев. И если мы хотим изменить владельца папки и всех владельцев вложенных объектов, то есть то, что находится в этой файле и папке, мы используем команду минус r. То есть chown с ключом минус r. В винде это аналогично включению наследования.